Добрый вечер! Как правило, мы по понедельникам обсуждаем две темы. Это тема инновации и тема инвестиций. Скажем так, что они могут сделать вместе, воедино, объединившись, как они влияют на жизнь людей в целом. Как всегда, в начале нашего вебинара хочу у вас спросить, слышно, видно меня хорошо или нет, и видно ли слайды, которые находятся у нас на экранах мониторов. Причем это касаемо и соцсетей, в которой мы сейчас транслируем информацию, и комнаты Мирополис. Если да, просто поставьте плюсики. Ну и было бы здорово параллельно, чтобы вы еще написали, скажем так, те города, регионы, из которых вы присутствовали на нашем вебинаре. Как я уже говорил, он будет посвящен компании Skyway Capital, он будет посвящен теме инноваций и теме инвестиций. Но прежде чем говорить об инвестициях, наверняка было бы логично рассказать о том, куда можно инвестировать свои денежные средства, с чем мы имеем дело. И, конечно же, мы сначала будем говорить непосредственно о той инновации, новой инновационной транспортной системе, которая благодаря проекту группы компании Skyway на сегодняшний день внедряется в жизнь людей. И эта инновация в первую очередь связана с транспортом, с которым связан ежедневно фактически каждый человек. То есть большинству из нас каждое утро необходимо куда-то двигаться, кому-то на учебу, кому-то на работу. Кто-то путешествует, кто-то, скажем так, едет в командировку и так далее. Как правило, человечество на протяжении последних 100 с лишним лет использует в своей жизни в повседневных нуждах 4 транспортные системы, которые нам всем известны. Это авиационный транспорт, это автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт и водный транспорт. Я их назвал, скажем так, друг за дружкой по мере их, наверное, молодости по отношению друг к другу. Самый молодой это авиационный транспорт, который мы с вами сегодня используем. Ну и самый старый либо древний, да, это водный транспорт, потому что когда-то наши предки несколько тысяч лет назад устраивали между собой крупные сражения, да, в различных морях и океанах, то есть используя водный транспорт, используя корабли, галеры там и так далее, и так далее. Сегодня в этом направлении у нас есть и подводные лодки, у нас есть и атомоходы, ледоколы и так далее, и так далее, да, то есть транспорт на протяжении всей жизни человечества развивался. Но последние сто с лишним лет мы с вами знаем и активно используем четыре транспортные системы, которые я вам назвал. Ну и у транспорта, который мы с вами имеем по отношению друг к другу, есть определенное количество преимуществ либо недостатков, но есть, наверное, общий перечень проблем, которые он создает людям в целом, да. Казалось бы, транспорт создан для того, чтобы проблемы решать, но у каждого из этого вида транспорта есть побочные, так называемые, явления, которые, ну, не делают нашу с вами жизнь лучше. Итак, друзья, первое, наверное, на что хотелось бы обратить внимание, что все транспортные системы, которые мы с вами имеем на сегодняшний день, они все, скажем так, ухудшаются состояние окружающей среды. То есть есть выбросы вредных веществ, либо водную акваторию, если мы говорим о водном транспорте, да, воздух, который мы потом с вами дышим, а воду пьем. Соответственно, скажем так, то, что используется, например, для очистки в зимнее время автомобильных дорог, например, да, различные соли, различные реагенты сливаются, скажем так, вместе с ставившим снегом на обочину дорог, и все это тоже, скажем так, проникает в почву и в дальнейшем сказывается на качестве воды, которая в итоге идет в человечество, в питье и так далее, и так далее. То есть экология, да, первое, что страдает от того, что мы используем транспортные системы в том виде, в котором мы сегодня имеем, это экология. Да, с каждым годом появляются более экономичные двигатели, появляются, скажем так, более щадящие двигатели к окружающей среде, да, то есть меньшее количество выхлопов и так далее, улучшается качество топлива и прочее, прочее, но окончательно эта проблема и решается, и все равно с каждым годом экологическая ситуация становится все хуже и хуже. Если все это не изменить, то мы можем пройти точку невозврата и на определенном этапе на нашей планете жить будет невозможно. Далее, транспорт создавался для того, чтобы люди были мобильные, скажем так, им было комфортно и так далее, но, к сожалению, до сих пор мы к этому состоянию не пришли, потому что, например, население крупных городов растет достаточно быстро, да, и те нововведения в транспортной сфере, скажем так, дополнительное строительство каких-то развязок, если говорить о автомобильном транспорте, введение новых видов метро либо электричек, они, как правило, проблему не решают, потому что все равно, вот я, например, каждое утро путешествую по Московской области для того, чтобы приехать сюда на работу в Москву, да, ну, благо у меня два вида транспорта, это метро и электричка, вот, потому что я достаточно много, наверное, хожу пешком, километров там 8-9 у меня получается ежедневно, но, тем не менее, приходится ехать. И сразу могу сказать, что ехать фактически некомфортно всегда. Душно, тесно, очень много людей и так далее, и так далее. Причем с введением новых станций метро, казалось бы, транспортная проблема в Москве должна решиться, но, вы знаете, людей становится там на станции пересадок все больше и больше, и порой, скажем, транспортный, точнее, людской поток двигается очень медленно, зачастую опаздывают люди на пригородные поезда либо куда-то еще, то есть мобильность, как правило, достаточно низкая. Мало того, и тот же дискомфорт мы испытываем, невзирая на то, что в нашу жизнь с вами пришел интернет, и мы можем заказывать билеты на транспорт по интернету, да, то часто мы видим, например, вот как сейчас на этом слайде, очередь в аэропортах для того, чтобы зарегистрироваться на рейс, на который вы купили билеты, и зачастую выставить приходится, скажем так, ну, не один десяток минут, а порой даже часов. Плюс ко всему, скажем, на этой же очереди у нас образуется при проходе там паспортного контроля, дальше, потом мы должны там раздеться, снять ремни, все, что же все железные и так далее, и так далее, все это, скажем, немножко раздражает, да. Еще очень важный момент, все транспортные системы, которые мы на сегодняшний день имеем, их нельзя назвать безопасными для людей, да, каждая из них в себе несет опасность для здоровья человека. Опять же, будь то водный транспорт, будь то воздушный транспорт, и, конечно же, наверное, одно из самых важных воздействий на перемещение транспорта в этих транспортных системах, которые назвал, влияет на различные климатические явления, да, природные явления и так далее, сильный дождь, снегопад, обледенение и так далее, и так далее, и так далее. Все это фактически ставит все транспортные системы в ступор, да, ну и, конечно же, на что хотелось бы отметить, ну, вот я четыре основные проблемы, которые выделяю, да, что хотелось бы сказать, то, что стоимость проездки, Поезды в транспорте на сегодняшний день, либо провозы, скажем так, грузов по различным транспортным системам. Я вот не замечал за последние годы в моей сознательной жизни, после того, как закончил высшее учебное заведение, чтобы что-то дешевело. Все становится однозначно дороже, дороже, дороже и дороже. Соответственно, перевозка грузов, например, которая дорожает, влияет на что? Влияет на стоимость продуктов питания, на стоимость товаров народного потребления на полках магазина. То есть, соответственно, возрастают транспортные услуги, возрастает все. И не всегда, вы видели на прошлом слайде, там была автозаправочная станция, когда человек заправляет автомобиль, не всегда это связано со стоимостью топлива. Потому что стоимость топлива часто колеблется, бывает дороже, бывает дешевле, но транспортные услуги почему-то только дорожают. Итак, друзья, то, что я назвал, действительно может нас привести к состоянию, которое видно на этом слайде. То есть, через 10-15 лет мы можем прийти к состоянию, когда дышать будет практически нечем, придется нам ходить в противогазах, мы по-прежнему будем терять время, деньги, здоровье. Или все-таки, как вы считаете, настало ли время что-то поменять в нашей с вами жизни, поменять что-то, скажем так, в индустриях различных, которые развивают человечество, которые его усугубляют? Ну и в первую очередь транспортные услуги. Я считаю, что настало время поменять. И благо, что мы с вами сейчас говорим о проекте, который призван решить вот те самые проблемы, о которых мы сейчас говорили, то есть огромное количество преимуществ у транспорта, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Да, это и намного дешевле строительство трасс, фактически к нулю практически сведен выброс вредных веществ в атмосферу, да, то есть экологически чистый транспорт. Транспорт, у которого очень высокие скоростные характеристики, транспорт очень комфортный, транспорт, который позволит нам с вами достаточно быстро перемещаться по поверхности планеты, ну, по тем нужным, которые у нас есть с вами каждый день. О том, что транспортные системы не оптимальны, задумался когда-то Анатолий Дарвич Юницкий, еще учащий, скажем так, в старших классах школы, в университете. И с 1977 года он разрабатывает теорию, да, неракетного освоения космоса, частью которой на сегодняшний день является создание струнных технологий, струнного транспорта Юницкого. За время разработки своей технологии, а на сегодняшний день ни много, ни мало, мы уже в 2019 году, началось в 1977, да, прошло там, фактически 42-й год идет, Анатолий Дарвич Юницкий дважды руководил проектами организации обменных наций, стал членом Федерации космонавтики СССР, когда-то еще кто-то помнит, наверняка было такое государство, да. У него более 150 изобретений, 20 монографий, более 200 научных работ, 3 высших образования, которые он сегодня реализует на практике в технологии под названием Skyway. Skyway в переводе с английского языка означает «небесные дороги». Как я уже сказал, все началось в далекие 70-е годы прошлого столетия, и в принципе Анатолий Эдуардович на протяжении 42-х лет доказывал, показывал, что применение струнных технологий – это все реально, в железе этого платить не то чтобы легко, да, но в принципе принципы, которые он использует, как он говорит, ничего сам не выдумывал, просто объединил, получилась инновационная транспортная технология. На первых этапах приходилось общаться в основном с государственными структурами, потому что в той стране, в которой он развивался, СССР, слово «бизнес», слово «инвестиции», да, как таковые, не использовались. Соответственно, обивались пороги, скажем так, кабинетов администрации различного уровня, научных кругов, да, и так далее. Но, как показала практика, с переходом, скажем так, развития страны на капиталистические рельсы, мало что поменялось, то есть Анатолий Эдуардович-Черницкий продолжал вести переговоры и с администрациями разных уровней, с чиновниками администрации различного уровня, да, в разных городах и странах, с людьми мира бизнеса, и цель его переговоров была таковой, чтобы можно было, скажем так, получить участок земли, на котором можно было продемонстрировать возможности струнных технологий, струнного транспорта, сертифицировать этот транспорт и выйти, скажем так, сертифицированным транспортом на строительство дорог, в итоге, которые могут привести нас к тому, что мы будем строить вот такие линейные города. Линейные города кластерного типа, где люди смогут жить на лоне природы, да, и где в шаговой доступности будет транспорт, который абсолютно легко сможет их доставить практически в любую точку региона или страны, за гораздо меньше деньги, с гораздо более высоким комфортом, вот, и, что очень важно, безопасно, потому что вы видите даже здесь на рисунках струнный транспорт, это транспорт, который поднят на второй уровень, поднят над землей, высота эстакады может быть от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и даже сотен метров, да, если строить между высотными зданиями, между небоскребом и прокладывать, например, городские линии Skyway, вот, и этот транспорт легко интегрируется в инфраструктуру вот таких городов, о которых мы сейчас с вами ведем речь, да, линейные города. В концепции струнного транспорта заложено направление, ну, скажем, самых важных сегментов транспортного рынка, такие, это городской транспорт, это высокоскоростной междугородный и международный транспорт, да, и это грузовой транспорт, то есть огромное количество грузов действительно ежедневно перемещается по поверхности планеты, будь то посредством водного транспорта, железнодорожного, да, мы видим огромное количество железнодорожных составов, курсирующих, скажем так, в тех местах, где есть, конечно, железные дороги, И, как правило, все эти крупные грузовые составы насчитывают не менее 50, порой и более, вагонов, которые переводят различные виды грузов. Будь то сыпучие, будь то жидкости, химию различную и так далее, и так далее, и так далее. В концепции транспорта Skyway, как я сказал, заложены все три важных сегмента. И вот пример простой городской линии Skyway, где будут использованы юнибусы вместимостью 14, 20, 30, 50 человек. Скорость данных транспортных средств может достигать до 150 км в час. То есть от 50 до 150 по мере необходимости. Провозная способность одной станции, точнее одной линии, соизмерима с провозной способностью одной ветки метро в час пик. Это порядка 50 пассажиров. Что очень важно, путевая структура такой городской линии, она достаточно легко встраивается в инфраструктуру уже построенных городов. Ну а, скажем так, строящиеся города тем более, да, она может связать ближайшие пригороды с крупным мегаполисом и так далее, и так далее. И строительство такой линии до 30, а сейчас даже речь идет при использовании новых материалов, и более раз дешевле, чем строительство, например, подземных веток метро, которые сейчас активно строятся в московском регионе, да. Далее. Высокоскоростной Skyway. То есть здесь мы говорим о том, что скорость будет порядка 500 и более километров в час, это уже, скажем так, самолетная скорость, да. И благодаря такому виду транспорта мы с вами сможем в пределах там двух-двух с половиной часов доезжать от таких городов, например, между такими городами путешествий, как Москва, Питер, Москва, Казань, Москва, Минск, Москва, Белгород, да. Это порядка там 700, 700 с лишним километров, вот такое расстояние, ну, с учетом того, что, может быть, где-то нужно будет там одну или две остановки сделать в крупных городах по пути следования данного транспорта, порядка двух-двух с половиной часов. Это быстрее, чем на самолете. Ну, с учетом, скажем так, всей дороги от дома до железнодорожного вокзала в Москве, потом Аэроэкспресс, потом не позднее, чем за час до вылета надо зарегистрироваться, потом пройти на посадку и так далее, и так далее. То есть из Москвы в Питер в среднем это вот, если я, например, буду лететь, меня займет часов 6, может быть, 8, да, потому что мне нужно доехать до Белорусского вокзала, сесть на Аэроэкспресс, там, например, до Шереметьево, потом дождаться регистрации, посадка, потом дождаться выдачи шмоток и доехать до центра города Санкт-Петербурга. Вот таким вот образом, то есть это как бы два основных направления, есть еще грузовой Skyway, да, и вы его тоже увидите сегодня на слайде, что из себя, в принципе, представляет технология под названием Skyway. Да, это инновационная путевая структура, то есть это путевая структура, которая поднята над землей, как я сказал, высота ее может быть различной. Это подвижной состав, действительно, которого до сегодняшнего дня нигде не было, нигде не применялся, это, скажем так, ноу-хау группы компании Skyway. И это инновационная инфраструктура, то есть это здание пересадочных пунктов, здание вокзалов, это погрузочно-разгрузочные терминалы, если мы говорим о грузовом Skyway. И все это сегодня развивается группой компании Skyway. Я вам говорил в начале, да, то, что Анатолий Дарович-Щеницкий данную технологию уже реализует чуть более четырех десятков лет. И все это происходило, скажем так, ну, было подвижно в воздухе до тех пор, пока не было принято решение о оценке интеллектуальной собственности, то есть за долгие годы на работу Анатолий Даровича Меницким. И была предложена модель народного финансирования проекта, то есть для того, чтобы что-то построить, необходимы денежные средства сегодня. Анатолий Дарович обратился к простым людям, физическим лицам, таким, как мы с вами, с тем, что они становились совладельцами долей группы компании Skyway. Номинал одной доли на сегодняшний день 1 доллар США, так было, скажем так, назначено при старте. На выгодных условиях с высоким дисконтом в 2014 году началось привлечение инвестиций и в ту же очередь финансирование строительства тестового участка группы компании Skyway. С целью, как я вам уже говорил, продемонстрировать, что из себя представляет транспорт Skyway, продемонстрировать его возможности сертифицировать транспортные системы, как путевую структуру, так и транспортные средства. И выйти на строительство дорог в разных уголках земного шара, в тех городах и странах, где данная система будет востребована. И мы, кстати, сегодня очень близки к тому, чтобы уже твердо говорить, что мы строим, мы об этом говорим, да. И в ближайшем будущем адресные проекты будут расти как грибы, и технологии на сегодняшний день как никогда близка к реализации. Все это благодаря тому, что когда-то в 2014 году был разработан 15-этапный план развития и внедрения технологий Skyway. Каждый из этапов подразумевал определенное количество работ. На каждом этапе предыдущем по отношению к последующему дисконт и рисковость реализации проекта были выше, соответственно. Самый высокий дисконт был в 2014 году, сегодня мы находимся на 13-м этапе развития, и в ближайшее время, вот буквально в конце этой недели, перейдем на следующий подэтап в рамках 13-го этапа, что приведет опять же к изменению дисконта, к снижению, дисконта, к снижению уровня доходности, можно сказать, по инвестициям, которые можно сделать. Итак, друзья, как я вам сказал, цель это спроектировать, как здесь показано на слайде, да, построить, продемонстрировать, что из себя представляет транспорт, и дальше внедрять технологию в разных уголках земного шара, там, где она будет востребована. Благодаря тому, что инвестиции стали в компанию приходить с января 2014 года, в 2015 году мы получили участок местности Минской области, недалеко от города Марина Горка. Сейчас это называется территория Центр сертификации и демонстрации Skyway, либо Экотехнопарк Skyway. И там сегодня построены несколько трасс, там сегодня испытываются транспортные средства Skyway, какие мы еще с вами увидим в ходе нашего сегодняшнего вебинара. А начало было положено в июле 2015 года. 17 числа в июле был проведен субботник специалистами предприятия струнной технологии, которые являются частью группы компании Skyway, расположенного в Минске. Кстати, добавлю, что в мае месяце 2014 года единственным сотрудником научно-производственного предприятия Skyway был Анатолий Дарович Юницкий, генеральный конструктор. Сколько людей сегодня, мы с вами, скажем так, поговорим немножко позже. Итак, старт июля 2015 года. За это время получено 77 патентов и сертификатов, что позволяет, скажем так, защитить интеллектуальную собственность в тех городах, в тех странах, где планируется строительство. То есть, патенты и сертификаты выданы такими государственными, государственными структурами, точнее, целого ряда государств, таких как Соединенные Штаты, Канада, Австралия, один из сертификатов и патентов Евросоюза. Это Япония, Китай, да, то есть, ну, на сегодняшний день я назвал, по сути дела, одни из самых развитых стран в направлении транспортной сферы, да. Та же Япония, ну, сделаю небольшое, скажем так, дополнение, наверное, к вебинару. Буквально пару месяцев назад представители японского телевидения, которые впервые увидели наши технологии в сентябре 2018 года, приезжали специально в Республику Беларусь для того, чтобы снять целый репортаж о том, как развивается транспорт будущего, когда-то его называли, да. Как сказали японцы, мы приехали к вам за вдохновением. Итак, защита интеллектуальной собственности, прежде чем выйти на рынки тех стран, где мы будем строить дороги. Далее, за это время проведено более, ну, порядка двух десятков уже, да, 16, это данные немножко устаревшие, но тем не менее, крупных международных транспортных форумов, где принимали участие специалисты группы компании Skyway. Где демонстрировались разные транспортные средства, где шел рассказ, как можно применять технологии, в каких сферах она применима. И огромное количество людей на этих транспортных форумах познакомились с технологией, это были представители руководства стран, целого ряда регионов, скажем так, с разных уголков земного шара. Были представители транспортной отрасли, да, которые тоже в какой-то мере открывали рты, и, скажем так, для многих стало откровением, что вот в Белоруссии создается такой транспорт. Это выставки такие, как, например, «Транспорт России» 2016-2017, «Белорусская транспортная неделя», «23-й Международный конгресс интеллектуальных транспортных систем», который проходил в Мельбурне в 2016 году. Это «Рейлотех Индонезии» 2017-2018 год, это «Смарт-сити Индии» 2017 год, это «Фьючер-сити-шоу», которое было в 2018 году в апреле в Объединенных Арабских Эмиратах, и, в принципе, с этого момента был дан очень серьезный толчок развитию технологий, хотя каждое мероприятие, о котором я говорю, сделало, скажем так, пополнило копилку развития нашей технологии положительными эмоциями, скажем так, отзывами, и познакомило огромное количество людей с тем, что есть такая технология, соответственно, в тылу, как мы говорим, да, трудится огромное количество специалистов на сегодняшний день, высококлассных специалистов. В компании на сегодняшний день находятся, скажем так, станки с программным управлением, то есть последние модели, скажем так, станков целого ряда фирм, уважаемых фирм, такой, например, как компания «ХААС», да, то есть у нас есть станки данного производителя, есть станки, которые на сегодняшний день в единственном виде на территории Республики Беларусь, так как наше предприятие находится в городе Минске в Минской области. Вот, у нас есть целая линейка двигателей «Мотор-колесо», которые используются на транспортных средствах Skyway, разработка специалистов нашего КБ, да, то есть разной мощности для разного вида транспорта. Есть еще целый ряд ноу-хау, которые, в принципе, внедряются по ходу развития технологий, используется, например, программное обеспечение компании DASO Systems, называется 3D Experience, это индустрия 4.0. Кстати, вот этот момент когда-то, вот, в конце 2018 года «Комсомольская правда» отметила как событие года, да, то, что вот в Беларуси есть предприятие, которое использует, скажем так, программное обеспечение 3D Experience, это речь шла как раз о струнных технологиях. Помимо всего прочего, да, то есть большое количество различных делегаций, кстати, благодаря тем же самым выставкам, да, благодаря тому, что большое количество специалистов нашей компании посещает различные тематические форумы в разных уголках земного шара, где рассказывают о технологии Skyway, о том, что мы в Минске развиваем данные транспортные системы, да, и благодаря данной работе огромное количество делегаций с разных уголоков земного шара, то есть это и страны Латинской Америки, это и Юго-Восточная Азия, это страны Персидского залива, это Европа, это Австралия, да, то есть представители Африки уже побывали на территории экотехнопарка, где знакомились как с инженерным составом, конструктором, да, который рассказывает о технологии, видели все своими глазами на территории экотехнопарка, то, что на сегодняшний день построено, ну и, наверное, один из очень важных моментов, когда проходило мероприятие Smart City в 2017 году в Индии, Анатолий Дарусюницкий достоился аудиенции одного из духовных лидеров планеты, Далай-Ламы, вот вы видите это на снимке, да, то есть там речь шла как раз о строительстве дороги между резиденцией Далай-Ламы города, да, Тармсала, если не ошибаюсь, до железнодорожной станции, этот проект, кстати, никуда не делся, то есть это потенциальный адресный проект, где будет использоваться технология SkyWay на территории Индии. Средства массовой информации. Когда-то мы проводили презентации, там, 15-й год, 16-й год, я давно уже этим занимаюсь, да, рассказываю, знакомлю людей с технологией, вот, мы очень радовались, когда там раз в две недели, раз в месяц появлялась информация у нас, где-то положительно в каком-либо средстве массовой информации. Сейчас, те, кто внимательно следит за новостями, практически каждую неделю одна, две, три новости рассказывают о некоторых, скажем так, о целом ряде средств массовой информации, это будь то интернет-порталы, телевизионные каналы, да, радиостанции различные, обычная печатная пресса, там, журналы, например, той же Белави, размещена информация о струнных технологиях, еще целый ряд печатных изданий, дает информацию о том, что есть технология Skyway, да, которая изменит мир в лучшую сторону. То есть средства массовой информации, я просто вам рекомендую зайти в раздел новостей, действительно, там, буквально отлистать несколько недель назад, вы увидите, какое количество положительных отзывов, да, рассуждений идет на тему использования данной технологии. Ну и, по сути дела, вернусь еще к тому, что все, что, вот о чем я сейчас кратко говорил, в эти ближайшие, там, последние 23 минуты, да, это все создано благодаря тому, что когда-то было обращено внимание на платформу, как называют ее еще, народные инвестирования, и благодаря тому, что обычные люди увидели перспективу в использовании данной технологии, какую пользу она принесет миру. И, конечно же, немаловажно то, что, став совладельцем данной технологии в будущем, по условиям сотрудничества с компанией мы имеем возможность в будущем получать доход от использованной данной технологии в разных уголках земного шара, конечно же, это сыграло положительную роль, и благодаря данной платформе сегодня все, что сделано, все, что построено у нас, да, это благодаря энергии, благодаря энергии инвесторов, частных инвесторов, физических лиц разных уголков земного шара. На сегодняшний день, например, в компании Skyway Capital инвесторы носили, скажем так, регистрировались и становились участниками нашего проекта из 210 стран. Вот, ни много, ни мало. Ну, помимо всего прочего, помимо, скажем так, тех дивидендов в будущем, да, с точки зрения меркантильной, денежной, то, что мы будем получать, конечно же, многие люди чувствуют сопричастность в участии крупного проекта, который меняет жизнь людей к лучшему. И вот, вы видите, у нас есть звездное небо инвесторов Skyway. Руководством компании перед вторым экофестивалем было решено сделать, увековечить, как говорится, фамилии имена тех инвесторов, которые стали совладельцами пакетов Дали до апреля 2017 года включительно. То есть у кого-то там фамилиями побольше, люди инвестировали большую сумму, у кого-то поменьше, но, тем не менее, не забыли никого. Итак, друзья, все, что сделано, как я вам сказал, это сделано на деньги частных инвесторов, да, и до сегодняшнего момента, по сути дела, основная платформа привлечения инвестиций, это самое народное инвестирование, о котором мы с вами говорим. Вот те самые строительные работы, которые сегодня продолжаются на территории эко-технопарка, да, создание элементов путевой структуры новой, создание транспортных средств, вот, создание инфраструктуры, которая у нас находится в эко-технопарке в Республике Беларусь, а сейчас мы еще, как многие из вас знают, приступили к строительству инновационного центра Skyway на территории Объединенных Арабских Эмиратов, да, участие в крупных международных транспортных форумах, выставках. Все это сделано, все это, скажем так, происходит за счет того, что когда-то люди поверили в идею Юницкого, стали инвестировать денежные средства, увидели перспективу для себя лично, да, для своей семьи, потому что это принесет выгоду все-таки каждому инвестору в недалеком будущем. И в итоге мы пришли к тому, что на сегодняшний день нам есть что показать, да, есть что потрогать, есть что продемонстрировать. И сейчас, вместо того, чтобы рассказывать, например, о каждом отдельном транспортном средстве, я вам хочу показать новое видео, да, которое вышло буквально совсем недавно, благодаря специалистам нашей компании, которые создавали это видео. И сейчас я вам хочу включить видео, демонстрирующее то, чего мы достигли, какие транспортные средства есть в арсенале группы компании SkyWay сегодня. Это, возможно, даже ответ на, скажем так, некоторые ухмылки и недоброжелательные отзывы тех, которые говорят, вот столько лет, ничего не построено, ничего не создано и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, с нуля создается новая технология, которая никогда нигде не использовалась. И три, там, четыре года, это, в принципе, очень короткий промежуток времени, чтобы за этот короткий промежуток времени, точнее, если правильно сказать, мы достигли очень многого. Поэтому я вам сейчас предлагаю посмотреть видео, ну, оно займет какое-то количество времени, да. Пока, скажем так, я демонстрирую видео, вы можете писать свои вопросы в чаты нашего вебинара и здесь, в комнате Мирополис. В дальнейшем мы с вами поговорим еще именно касаемо тематики инвестиций, да, потому что, как я сказал, вначале у нас будет с вами тематика инвестиций и непосредственно инноваций, то, к чему мы сможем прийти. А сейчас, друзья, буквально одну минутку, что-то у меня с рабочего стола не запускается ролик, хотя он шел. Так. Вот. Итак, друзья, я вас на время оставлю. Видео, я думаю, наверняка найдутся те, кто его еще не видел. Да, но потом, в конце, кстати, и отзывы по поводу данного видеоролика было бы здорово, если бы вы написали, как и что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! 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 миллионерами, да. Те, кто проинвестировал денежные средства и поддержал технологии таких людей, как Билл Гейтс, Стив Джобс и еще многих молодых амбициозных людей, которые стали работать на рынке, скажем так, создания необходимого железа, программного обеспечения для работы компьютеров, а сегодня это еще и сети интернета, огромного количества устройств, которые благодаря развитию данных технологий вошли в нашу с вами жизнь. Железные дороги, да, то есть когда-то никто не думал над тем, чтобы по железным дорогам осуществлять перевозку людей. Они создавались для того, чтобы перевозить грузы, но те люди, которые увидели перспективу перевозки пассажиров, стали создавать транспортные средства, укладывать рельсы, строить вокзалы, да, такой человек, как Стефенсон, например. Благодаря этим людям, их потомки сегодня чувствуют себя очень хорошо с точки зрения финансов, да, и каждое утро просыпаясь, они делают то, что им нравится делать, и плоды их труда, скажем так, намного, наверное, лучше и полезнее, да, для окружающих человечеств, потому что люди делают то, что им нравится делать. История господина Бенса, да, то есть когда он создал свой двигатель внутреннего сгорания, на тот момент он был практически банкрот. Благо нашлись молодые люди, которые проинвестировали его технологии, и сегодня мы знаем огромное количество автомобилей Мерседесов, которые ездят по территории земного шара и являются одним из лучших автомобилей в мире, да. Братья Райт, они когда-то создали свой параплан, который смог подняться в воздух, пролететь там несколько десятков метров, но, к сожалению, скажем так, их видения не хватило, и у них не было на тот момент денег, чтобы развить, начать развивать авиацию. За это вместо них это сделал господин Боинг, и на сегодняшний день компания Боинг владеет большим, большой частью рынка авиации, да, и потомки Боинга сегодня тоже хорошо себя чувствуют. Компания струнной технологии, то есть компания, которая на сегодняшний день является разработчиком, да, всего того, что мы с вами видели, и был вопрос, звучал, кому принадлежит технология, да, на чем производстве все это развивается и так далее, и так далее. Все это на сегодняшний день развивается на собственном производстве группы компаний Skyway, которые находятся у нас в Республике Беларусь. За время работы, скажем так, над созданием экотехнопарка предприятие струнной технологии стало членом союза строителей Республики Беларусь, стало членом торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, это все было в 2017 году. Получило большое количество сертификатов, как касающихся как непосредственно производства, так и менеджмента, да, которые используются непосредственно передового менеджмента внутри предприятия струнной технологии. То есть компания замечена на высоком уровне, члены, скажем так, компании струнной технологии даже принимали участие, скажем, в правительственной делегации состояли, которая ездила в Индию в 2017 году, то есть там был Анатолий Дарыч Юницкий, был его заместитель, то есть там на крупном форуме белорусско-индийском, да, знакомили и бизнесменов, и, скажем так, представителей Республики Индия, что из себя представляет технология Skyway. На сегодняшний день у предприятия струнной технологии более 800 сотрудников, да, то есть основной, конечно, костяк это инженерно-конструкторские кадры, но сегодня, скажем так, компания развивается в нескольких направлениях, как я говорил, у нас будут строиться линейные города, у нас есть уже большое количество архитекторов, есть люди, которые работают в направлении реализации идеи, да, создания собственной блокчейн-платформы, то есть это крипторынок, конечно же, в будущем это экономисты и финансисты, потому что мы имеем дело, скажем, с проектом, который в своем инвестиционном меморандуме подразумевает то, что люди, ставшие совладельцами технологии, в будущем будут получать доход из, от 20, может даже не менее 20% от прибыли компании, при реализации технологии по адресным проектам будет идти на выплату тем людям, которые стали совладельцами медалей компании, то есть можно это назвать дивидендами, да, то есть все это сегодня основной, скажем так, костяк представителей сотрудников компании у нас находится в Республике Беларусь. К чему я все это говорил? говорил к тому, что сегодня практически каждому из вас предоставляется возможность такая, о которой я говорил буквально 5 минут назад, да, это как конец 70-х годов и развитие рынка коммуникации, то есть вхождение в нашу жизнь персональных компьютеров и интернета, да, только сегодня мы будем говорить о технологии под названием Transnet, это новая, скажем так, мировая паутина перевозки грузов и людей, причем технология, которая может в разном углоке земного шара доставить те привести цивилизации, которые мы с вами используем в крупных городах, ну, скажем так, цивилизованных местах, как мы это любим говорить, это и высокоскоростной интернет, это, скажем так, высоковозные линии электропередач, которые легко встраиваются внутрь струнного рейса и доводятся до того участка земли, где это, скажем так, востребовано, да. Итак, друзья, данная возможность, как вы знаете, есть такая модная фраза, бывает действительно раз в сто лет, да, то есть сегодня вы можете стать совладельцами технологии, которая, амбиции, да, нашего руководства, с одной стороны, потенциал это 30-50 процентов мирового транспортного рынка, емкость которого на сегодня 4,8 триллиона долларов в год, то есть вот перспективы развития данной технологии таковы, поэтому небольшую часть данного рынка вы можете стать владельцами этого рынка, получая, скажем так, с этого рынка очень серьезный доход и обеспечить тем самым свою собственную жизнь на сегодняшний день, жизнь своих потомков, детей, внуков и так далее, и так далее. Все это благодаря технологии, о которой мы с вами сегодня говорили. И все это благодаря тому, что когда-то было принято решение начать использовать технологию народного инвестирования, да, и в принципе, если вот опять же коснуться темы инвестиций на сегодняшний день, то можно заметить, наверное, несколько возможностей, которые существуют на рынке инвестиций. Традиционно, да, то, что в принципе известно давно, и то, что, скажем так, какое-то количество людей уже попробовало, кто-то стал успешным, кто-то нет, это, например, рынок недвижимости. То есть вы можете инвестировать денежные средства в какую бы то ни было недвижимость, жилую, либо коммерческую, и в итоге в дальнейшем получать с этого остаточный доход. Вы можете инвестировать свои денежные средства в акции, да, то есть разобраться в фондовом рынке, что, кстати, займет огромное количество времени и энергии, да, если вы хотите стать профессионалом, либо довериться, например, инвестиционным компаниям, либо фондам, которые инвестируют денежные средства людей в потенциально развивающиеся компании. И это, опять же, что рынок недвижимости, что фондовый рынок, ну, как правило, требует достаточно приличного количества денег, потому что тот же Роберт Киосаки, который обучает людей финансовой грамотности, он говорит, если вы решите себя попробовать на фондовом рынке, да, то у вас для стартового капитала должно быть хотя бы 20 тысяч долларов, которые вы не боитесь потерять, да, то есть речь идет не там о последних деньгах, не на какие-то заемные денежные средства вы выходите на фондовый рынок, а у вас есть доход, и 20 тысяч, если они пропадут, скажем так, это никак не скажется на ваши жизнеспособности, да, и на жизни, скажем так, ваших близких вам людей. Вот, то есть это деньги достаточно серьезные. И что хотелось бы отметить, да, то есть, как я вам сказал, к народному инвестированию специалисты группы компании Skyway пришли в 2014 году. И вот буквально перед данным вебинаром прочел несколько статей, и в последнее время отслеживаю тематику, опять же, возможности инвестирования в различные, скажем так, формы и виды деятельности, да, то есть такое понятие, как краудфандинг, краудинвестинг, да, и краудлендинг, оно, скажем так, все прочнее и прочнее входит в жизнь людей, в обиход людей, мы, скажем, на это заглядываются банковские структуры, да, почему? Потому что на сегодняшний день, вот я читал статистику, скажем, рынка Российской Федерации, НРБК, порядка 80% предпринимателей, которые хотели бы получить кредит на развитие там бизнеса и так далее, получают, как правило, отказ, да, только 20% из них получают возможность получить какие-либо кредиты. И все больше и больше в нашу жизнь сейчас входят краудинвестинговые площадки, которые предоставляют возможность непрофессиональным инвесторам, да, то есть не тем, кто собаку съел на теме инвестирования, там, является, там, ну, крупным инвестором, там, миллионером и так далее, и так далее. Обычным людям предоставляется возможность стать участником, будь то краудлендингового процесса, да, ну, как правило, краудфандинг, например, он подразумевает, как правило, ну, совсем благотворительностью назвать, наверное, нельзя, но, как правило, это люди жертвуют денежные средства на развитие и внедрение какой-либо идеи, которая может повлиять на жизнь людей. То есть, по сути дела, жертвуют свои деньги за редким случаем, когда им, скажем так, выдаются вознаграждения в виде того, что производит данная компания, подарок, там, и так далее, и так далее. Краудинвестинг – это уже участие, скажем так, в распределении прибыли и получении дохода. Вот. Есть еще тема краудлендинга, например. Но те, кому из вас интересно, вы можете прямо набрать в интернете, скажем так, данные понятия и увидеть, в чем разница, да. Вот наш проект, который предоставляет возможность любому человеку стать совладельцами данной технологии, о которой у нас стало речь. Вот. И в дальнейшем получать серьезный доход по мере реализации процесса, по мере реализации технологий в разных планах земного шара. Как я сказал, мы сегодня строимся в Униенных Арабских Эмиратах, и потенциально в этой стране будет не один заказ, да, а там целый рынок стран Аравийского полуострова, там у нас уже есть, скажем так, серьезные завязки в Южной Америке, в Австралии, в Индии, в Индонезии и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы стать совладельцем технологий, для того, чтобы стать успешным в нашем проекте, в принципе, достаточно сделать простого шага. Есть компания Skyway Capital, которая является фондом, основная цель которого является привлечение инвестиций с целью финансирования строительства экотехнопарка. Так у нас, скажем, замышлялся проект в 2014 году, и он работает по сей день. То есть для того, чтобы стать инвестором, понять, что к чему, да, вам необходимо просто зайти на сайт Skyway Capital, осуществить регистрацию, и у вас появляется личный кабинет, внутри которого достаточный объем информации, для того, чтобы понять, что происходит, да, какую выгоду вы можете получить, каким образом вы можете стать совладельцем пакетов долей, какие платежные системы, и так далее, и так далее. Все это у нас на платформе компании Skyway Capital. На сегодняшний день мы с вами находимся на 13-м этапе развития группы компании Skyway. И я вам говорил такое слово дисконт, ну, либо уровень доходности, да. И сегодня мы на 13-м этапе, всего их 15, и я уже упоминал о том, что на первых этапах был самый высокий дисконт, то есть люди, инвестировавшие денежные средства, их деньги приумножались на начальном этапе в 3,5 тысячи раз, потом был второй этап, это уже минимальный пакет от 250 раз увеличивались ваши инвестиции до 1500 раз. Сегодня мы имеем на минимальном пакете в компании Skyway Capital уровень доходности или дисконт 1 к 16, и на максимальном 1 к 75. Кстати, хочу сказать, что данный дисконт, который вы видите, по сути дела, действие этого дисконта осталось только эта неделя. В конце этой недели, в 23.55 мы переходим на следующий подэтап, внутри 13-го этапа, и дисконт будет заметно снижен, сразу вам хочу сказать, даже, наверное, более заметнее он будет снижен, чем при переходе с 12-го на 13-го этапа. Вот таким вот образом. Дисконт – это отличие текущей стоимости долей пакета от номинала. Номинал 1 доллар США, и мы очень быстрыми шагами приближаемся к тому моменту, когда стоимость одной доли будет 1 доллар США. Соответственно, на сегодняшний день кто инвестирует в свои денежные средства на минимальном пакете, кстати, если мы затронем тему инвестиций, тему денег, которые необходимо вкладывать в какие-либо проекты, в разное направление инвестирования, у нас начать попробовать, как некоторые говорят, присмотреться вы можете, начиная с 15 долларов США. Многие люди, которые имеют отношение к инвестициям, смеются над этой суммой, но тем не менее, любой из вас имеет возможность зарегистрироваться, купить минимальный пакет, посмотреть, так ли все на самом деле, как мы рассказываем. А в дальнейшем вы можете приобретать себе более крупные пакеты. Те из вас, кто разберется сразу. Конечно же, есть смысл приобретать пакеты большего номинала. Почему? Потому что чем больше у вас долей компании будет к моменту, когда начнется, скажем так, распределение этих самых дивидендов, тем больше денежных средств на то количество долей, которые у вас будет, вы будете получать. Как я вам сказал, у нас достаточно демократичный подход, то есть от 15 долларов США до 150 тысяч долларов США есть разовые пакеты. Каждый последующий пакет в таблице, который вы можете найти в личном кабинете, он имеет чуть больший дисконт. Почему? Потому что никто до конца не отменял еще, скажем так, как рисковость нашего проекта, он по-прежнему является венчурным. И если вы вкладываете немного большее средства, соответственно, ваш дисконт немножко выше по отношению к предыдущему пакету. Как я сказал, на 15 долларов он составляет 16 раз, а там, где 150 тысяч долларов человек готов инвестировать, этот дисконт составляет уже 75 раз. То есть, ну, вроде бы разница существенная, потому что, скажем так, и степень риска у этих людей тоже немножко разная. Далее, друзья, у нас есть пакеты, которые подразумевают под собой разные инвестиционные стратегии. То есть, в компании есть разовые пакеты, которые вы можете оплатить и сразу, скажем так, оформить тот пакет долей, который вы приобрели. У нас есть возможность приобретать пакеты долей в рассрочку. То есть, инвестируя ежемесячно незначительные денежные средства, там, начиная от 25 долларов, есть 50 долларов в месяц, там, 100 долларов, там и более, да. Вот вы можете приобретать пакеты и суммарно в итоге, в течение 10 месяцев, если вы оплачиваете данные пакеты, у вас получается приличный пакет долей. Мало того, если вы взяли пакет в рассрочку, у вас есть такая возможность, вы можете ее гасить быстрее, что очень важно, да. То есть, ну, по-разному, опять же, бывают люди, которые берут пакеты долей, присматриваются, потом видят, что все хорошо и готовы оплатить рассрочку полностью. И потом еще воспользоваться тем выгодным дисконтом, который есть. Еще один очень важный момент, на который хочу обратить внимание. Не буду на нем долго, может быть, зависать, но, тем не менее, обойти это никак нельзя. Инновационность нашей компании еще состоит в том, что есть еще и инновационная программа лояльности, либо партнерская программа, где любой инвестор, который стал владельцем пакетов долей, имеет возможность делять информацию со своим окружением, получать часть от привлекаемых их технологий денежных средств. То есть, это партнерка, которая у нас многоуровневая, да, и достаточно справедливая по распределению процентов, которые вы можете получать, если занимаетесь, скажем так, популяризацией информации о развитии нашего проекта, предлагая возможность своему окружению стать совладельцами технологии компании Skyway. Конечно же, вы очень здорово помогаете нам, потому что привлекаете денежные средства в реализацию самой технологии. Но и в процессе нашего совместного движения в проекте, да, вы становитесь совладельцами собственного бизнеса. И огромное количество людей у нас сегодня получает очень серьезный доход по партнерской программе. Минимальный процент, который вы получаете, привлекая последователей в наш проект, это 15%. Далее, в зависимости от квалификации. Всего их шесть. У нас простая карьерная лестница, у нас накопительный маркетинг-план, перемещаясь, скажем так, по которому вы, делая какие-то шаги, создавая какой-то товарооборот, либо объем, да, инвестиции, которые делаются в вашем первом поколении, вы продвигаете следующую квалификацию. Все, что сделано вам и вашими партнерами, оно складывается. Соответственно, первая квалификация партнер, кстати, которая не требует от вас сразу же вложения денежных средств. Достаточно зарегистрироваться, достаточно подписать партнерскую программу. Разная бывает ситуация, что у людей, как вы знаете, денег нет, либо денег нет вообще, но достаточно большое количество людей, которые загорелись идеей развития нашего бизнес-проекта, которые стали давать информацию своему окружению, им начались начисления на бонусный счет, с того же бонусного счета они приобрели себе какой-либо из пакетов долей. И таким образом стали и инвесторами проекта, и стали зарабатывать деньги по партнерской программе. Поэтому все достаточно демократично, маркетинг-план достаточно простой. Важно понимать основные нормальные положения, то, что вас никто здесь не может обогнать, да, вы получаете тот процент, который установлен в соответствии с вашей квалификацией, с того уровня, который эта квалификация достает. Вот. Вы ничего никогда не теряете там свою структуру, да, вас никто не заставляет делать какие-то жесткие объемы ежемесячно и так далее. Достаточно высокий процент до 20, потому что у нас есть еще дополнение к маркетингу, вы можете получать непосредственно свои рекомендации. До 24 уровня у нас идет вознаграждение. Сумма минимальной инвестиции, позволяющей вам вводить денежные средства при условии, что на бонусном счете будет не менее 30 долларов, это инвестиция минимального пакета 15 долларов в США. Вот такой маркетинг-план. То есть данная возможность на сегодняшний день предоставляется абсолютно любому человеку, неважно, где он проживает. Важно понимать следующее, что вы можете стать частью большой идеи, да, которая сегодня уже, как говорится, сформировалась технология близка к реализации. Проект задумывался как инвестирование строительства экотехнопарка вот в Республике Беларусь, скажем так, и дальнейшие переговоры с заказчиками и выход на строительство дорог по окончании 15-го этапа развития технологии. На сегодня уже, скажем так, инвестирование непосредственно возможности стать совладельцами технологии закрыто порядка там 80-ти процентов, да, то есть мы, у нас осталось там конец 13-го этапа, 14-й, 15-й этап, после которого стать совладельцами технологии будет нельзя. Люди в дальнейшем потенциально смогут выкупать акции каких-либо отдельно взятых адресных проектов и получать доход непосредственно с той части, которую они вложили среди денежные средства. Те же, кто стал на сегодняшний совладельцем технологии, как мы говорим, корневой технологии, да, группы компаний SkyWay, они будут получать доход от прибыли с любого адресного проекта, где будет использоваться технология. Мы сегодня с вами, как я сказал, находимся на последней неделе действия дисконта первого подэтапа 13-го этапа. С 10 февраля у нас будет запущен второй подэтап, то есть на котором дисконт очень серьезно изменится. Это я говорю к тому, что когда выгодно инвестировать денежные средства в технологию SkyWay. Это вот именно эти дни. Не нужно, конечно, бегать как пятачок с зонтиком и кричать, что там кажется дождь собирается и небо падает на землю, но тем не менее, вот это те дни, когда вы еще можете рассказать тем людям, которые, возможно, сосомневались когда-то, либо которые сомневаются до сих пор, что эта возможность, она не будет действовать вечно. Соответственно, у вас есть сейчас самый выгодный момент стать совладельцем пакета в дальнейшем, чтобы в дальнейшем это принесло вам серьезный доход. Вот таким вот образом, да, то есть мы с вами сегодня очень близки, как я вам сказал, к тому, чтобы технология была реализована. Опять же, действительно, огромная благодарность тем людям, которые когда-то вместе с Анатолием ударочным министром разработали платформу, разработали план реализации технологий, да, и сегодня мы строимся в Белоруссии, где показываем, что из себя представляет данная технология, да, то есть обкат им новые транспортные средства, и сейчас те, кто следят за новостями, знают, что запланировано в создании восьми новых транспортных средств, одно из них вот сейчас должно было в конце января быть вывешено в экотехнопарке, это в тропическом исполнении небольшая обкатка Юникара четырехместного, да, который разработан специально для Объединенных Арабских Эмиратов. В дальнейшем будут создаваться новые виды транспортных средств, в дальнейшем будут использоваться и новые материалы в путевую структуру и так далее, и так далее, то есть мы строимся, мы близки к тому, чтобы реализоваться, поэтому решать, конечно же, вам. Теперь, наверное, мы перейдем к вопросам, да, которые у нас возникли. Одно еще хочу сказать, друзья, у нас с вами, помимо всего прочего, так созданием еще и партнерского бизнеса, существует обучение партнеров, у нас есть целый ряд мероприятий, проходят презентации подобные на целом ряде языков, это находится в разделе события, вы можете на сайте, либо вы можете внутри личного кабинета найти расписание оффлайн мероприятий, да, это презентация и так далее, расписание онлайн мероприятий. И у нас в конце этой недели, точнее, в конце следующей недели будет два обучающих тренинга, которые будут в живую люди, 100 человек, те счастливчики, которые первые платили, да, сумма необходима, в Бельгии, в Антверпене будут проходить два тренинга, касаемо как раз таки создания партнерского бизнеса, да, создания, скажем так, успешной структуры и так далее, и так далее. Пока еще можно зарегистрироваться удаленно, то есть можно, скажем, находясь в своем городе, оба тренинга прослушать онлайн. То есть загляните на страницу данного мероприятия, почитайте, о чем там будет идти речь, если вам это интересно, вы можете оплатить из личного кабинета, скажем так, благодаря тем способам, что у нас есть, и стать участником данного обучения. Теперь давайте перейдем к вопросам. Я сейчас гляну те вопросы, которые были заданы у нас непосредственно в чате в соцсетях. Кому принадлежит производство, промышленная база, непосредственный продукт? Владимир Ковалев. Так, Владимир, вы знаете, я вот сейчас по ходу мероприятия во второй части попыталась на это ответить, то есть собственная производственная площадь, которая находится в Республике Беларусь, то есть в промышленном районе города Минска непосредственно, вот есть такой район Шабаны, вы можете зайти там в интернете посмотреть, да, там много различных производственных площадок. Одна из них это площадка как раз-таки Skyway, буквально недавно у нас началось, и сейчас ведется строительство еще одного здания для производства, где будут производиться элементы путевой структуры и транспортные средства в Skyway будут создаваться, да. Вот. Далее мы имеем собственный экотехнопарк, где проходят испытания, это Минская область, Пуховический район, недалеко от города Марина Горка. У нас есть свое собственное офисное здание теперь, да, то есть когда-то арендовали помещение на протяжении неских лет, сегодня недалеко от метро-тракторный завод, буквально три минуты пешком, в промышленном районе города Минска у нас находится собственно четырехэтажное офисное здание, в котором работают специалисты нашей компании, ну и плюс технологии, это все, скажем так, разработки Анатолия Дарчуницкого и специалистов нашего предприятия. Собственность принадлежит непосредственно компании GTI, интеллектуальной собственности Уницкого и, скажем так, на сегодняшний день мы с вами становимся совладельцами долей группы компаний Skyway, что в дальнейшем нам принесет доход. Касаемо выплат инвестиционного дохода, вы знаете, и где это пока посмотреть об этом в открытом доступе нельзя, да, были ли выплаты или нет, но хочу вам сказать одно, вот, порядка пяти тысяч человек, не порядка, а пять тысяч человек, которые стали совладельцами пакетов долей на первых этапах реализации нашего проекта, получили возможность обменять сто тысяч долей, а на тот момент, скажем так, это стоило не очень больших денег, да, можно было приобрести, на тысячу долларов США, то есть у некоторых людей, которые стали совладельцами пакетов долей на тот момент, они при умножении своей инвестиции, вот касаемо вот этой небольшой доли, в 35 раз, то есть такие выплаты компания уже осуществляла. И целому ряду людей, до 50 тысяч человек первые, которые инвестировали в проект, было предложено у нас обменять на токены, сейчас идет доработка крипто-платформы группы компании SkyWay, то есть какое-то количество людей стали совладельцами токенов SkyWay, вы можете почитать непосредственно, более подробно точнее информацию по поводу крипто-направления на сайте SkyWay токена, да, то есть там есть эта информация. Так, то есть все это сейчас можно оформить, иметь фактическую долю производства. Ну, мне сейчас вам трудно сказать, да, то есть сейчас это может, да, вы оформляете, скажем так, договор, в котором получаете взамен в обеспечение, скажем так, того договора, сейчас я правильно скажу, вылетела фраза, да, то есть вы заключаете договор на конвертируемого займа, да, его обеспечение получаете в собственность доли компании на сегодняшний день. Когда проект будет, скажем так, монетизироваться в дальнейшем в одним из способов и так далее, то в принципе эти доли, которые вы на сегодняшний имеете, они получат возможность движения, то есть вы сможете их обменять, вы сможете их продать и так далее. Способ монетизации, он будет выбран, ну, по мере окончания, наверное, вот привлечения инвестиций. Вы знаете, пока инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты идут непосредственно от нас, но я думаю, что уже, скажем так, очень важным шагом является то, что представители администрации, да, целого ряда регионов именных Арабских Эмиратов, руководства, скажем так, Эмиратов, там, Дубаи, Абу-Даби и непосредственно Шарджа, то есть они высказались за то, чтобы вот, например, в Шарджа наш инновационный центр Skyway стал частью умного города, да, который там возводится. И недалек тот час, когда непосредственно реализация технологии в Эмиратах потекут инвестиции, скажем так, представителей этой страны, бизнеса и непосредственно собственного государства. Вы знаете, сами инвесторы могут ли за счет своих выклад по долям развивать технологию себя в регионе? Ну, не совсем понимаю вопрос, но, наверное, нет, потому что все-таки реализация технологии, она ложится на плечи специалистов, разрабатывающих технологию в Республике Беларусь, и решение, где мы будем развивать в итоге данную технологию, скажем так, создавать техническую документацию, потом, скажем так, стоимость проекта, во что это выльется и так далее, и так далее, это все делается непосредственно у нас на данный момент в Республике Беларусь, поэтому сами вы, конечно же, пойти где-то что-то реализовывать не можете на те доли, которые у вас есть. Перспективность проекта, да, его, скажем так, ценность для непосредственно региона, в котором делается данная дорога, и непосредственно для компании, все это рассматривается у нас специальным отделом. У нас есть отдел адресных правитов Республики Беларусь, которая этим занимается. Я обменял 100 тысяч на 1000 долларов, а они мне достались. А ну видите, вот человек пишет, да, то есть купил 100 тысяч долей за 12 тысяч рублей, а в итоге получил обратно 1000 долларов США. Ну вот, посчитайте. 12 тысяч это 200, то есть пятикратное переумножение инвестиций, даже могу сказать чуть больше, 5,5 раз по курсу доллара нынешнего, например. Так. Ну, я не знаю, Андрей, что касаемо, скажем, обогнали и унизили, о чем это идет речь, то есть, ну, мне трудно судить о каких-то отдельных частных ситуациях. Я не занимаюсь, скажем так, не гоняя людей, не пытаюсь кого-то унизить. Моя, в принципе, задача довести информацию правильно. Еще очень важный момент, извините. Конечно же, в любом бизнесе существует понятие этики, да, и самому инвестору необходимо быть этично. И говорить о том, что есть непосредственно, да, предлагать людям те возможности, которые у нас есть. И выстраивать структуру правильно, потому что все мы живем в мире людей, и, к сожалению, или к счастью, если кто-то что-то сделал не так, то, как правило, виновата в этом, наверное, не компания, не информация, которую она распространяет, а непосредственно человек. Потому что вот управлять, скажем так, огромным количеством людей компания не может, да, потому что люди сами дают информацию своему окружению. И, конечно же, мы живем в мире людей, у которых есть какие-то свои моральные условия, свои какие-то взгляды, могут происходить какие-то проблемы. Да, мы стараемся с этим разбираться, нам приходит какая-то информация, задаем вопросы и так далее. Но вот сказать, чтобы унизить кого-то и все забрать, мне трудно вам что-то сказать. Я знаю, что у нас в компании нет цели кого-то обобрать и кого-то в чем-то унизить. Марина, я не знаю, кто обещал там взрывной новый лендинг. Я знаю, что лендинг разрабатывается. Я знаю, что он, скажем так, близок к тому, что выдать его на гора и люди будут им использоваться. Но взрывной, сумасшедший, еще какой-то. Хороший будет рекламный материал, с которым можно будет работать. Я знаю людей, которые это делают, стараются сделать это качественно и хорошо, чтобы ни у кого не было нареканий, чтобы все были довольны. По поводу экофеста, не могу вам ничего сказать, Андрей, потому что будет он или не будет, решение принимаю не я, но в принципе, если мы так же будем развиваться успешно, активно и так далее, почему бы не провести еще один экофест? В чем проблема? По поводу, все это настоящее или нет, я ответил. Все, что было в ролике, это все действующие транспортные средства. Единственное, наверное, добавлю еще от себя, действительно, когда я перечислял выставки, вот инотранс это то, что стало, скажем так, первым ключевым событием в истории развития технологии, первым крупным транспортом. На нем были продемонстрированы двухместные унибайка, 14-местный унибус и инотранс это 16-й год. И 18-й год это как раз-таки демонстрация, как говорит Михаил Кириченко, флагмана, да, то есть высокоскоростного модуля шестиместного, испытания которого уже будут проходить непосредственно в Днёных Арабских Эмиратах. Так, всем привет из Приднестровья, да, спасибо. Итак, друзья, в чате нашей комнаты на 300 тысяч. Уголовной оплатила на 300 тысяч и хочу открыть новые. Не нашла нужной кнопки. Не совсем понял, о чем речь, Галина. Если у вас есть какие-то сложности, скажем так, именно с работой непосредственно самого сервиса, да, и функционала, который есть внутри личного кабинета, и что-то вдруг вы считаете, что что-то вы не нашли, смело обращайтесь в техподдержку, которая у нас работает 24 часа в сутки, в середине недели. Там есть окошко на сайте ВОК, пишите туда, в чем сложности и так далее. Потому что мне вот сейчас оплатила на 300 тысяч и хочу открыть новые. Что новые? Ну, заказывайте новый пакет. Там есть пакеты, которые в себе... Просто на 300 тысяч далее, на 300 тысяч рублей, непонятно. Поэтому мое предложение просто с техподдержкой поработайте немножко. Так, коллеги. Ну, я смотрю, что больше вопросов не возникает. Да, единственное, просил вас написать какие-то отзывы по поводу видеоролика, который демонстрировался сегодня на вебинаре. Буду вам очень благодарен. Если вы в комментариях, например, под записью вебинара, который будет у нас выложено в Одноклассниках, в Фейсбуке и ВКонтакте, вы можете писать свои комментарии. Хорошие, понравилось, не понравилось. У меня же, наверное, на этом все. Хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня с нами. Следующий понедельник будет в 17 часов следующий вебинар. На этой неделе у нас нет вебинара в среду, который проводит Алексей Суходоев. Будет наверняка, высока вероятность, Владимир Маслов, который у нас обычно вещает по четвергам. Поэтому я вам рекомендую еще раз обращать внимание на ту информацию, которая находится у нас в разделе события в личном кабинете и на сайте. Там есть расписание мероприятий, которые вас ждут в ближайшую неделю и месяц. Используйте их, потому что это может положительно сказаться на развитии вашей структуры, это может сказаться на развитии и на жизни многих людей, которые находятся в разных скокахах земного шара. Но благодаря этому, то, что вы будете использовать данное мероприятие, высока вероятность у вас построить еще и международный бизнес. Чего я вам всем желаю. У меня на этом все. Спасибо огромное за внимание. До новых встреч на наших вебинарах. До свидания.